Лечение преимущественно в родном регионе. Новые правила вступят в силу с января 2022. Еще полгода, а для некоторых пациентов безысходность уже наступает. У ребенка Светланы, автора поста, злокачественное заболевание лимфоидной ткани. До совершеннолетия лечили онкогематологи в детской больнице. После 18 лет пациента определили в надежду. Правда, говорит мама, нужных специалистов там нет. Лечить по протоколу врачи не решились, и женщина сама добилась места в Московском институте радиологии. А там ребенку сначала вырезали опухоль в ноге, которую на Алтае зафиксировали еще полгода назад. Ей никто не занимался, потому что мне просто говорили, что это не их патология. Это не их патология, и когда вы лечитесь, потом куда-нибудь обратитесь. Позавчера мы пережили такую довольно непростую, сложную очень операцию, которую проводили три одновременно лучших хирурга наших по ортопедии. Заняла операция 4 часа. Нам заменили верхнюю часть бедренной кости вместе с головкой дозобедренного сустава на эндопротез. Ольга Гога много лет курирует лечение онкобольных детей, но поддерживая связи со взрослыми пациентами. Есть такие процедуры, которые не делаются, допустим, на нашем регионе. Я имею в виду Малтайском крае, поэтому наши дети летят в Санкт-Петербург, делают позиотронно-эмиссионную терапию. То есть это может быть Москва, потому что есть разные клиники, и они это геймбольца, это когда глаза и так далее. То есть у нас этого нет. Возможно, чтобы оно появилось, здесь на местах и создан закон. В нем, утверждают авторы, изменена сама маршрутизация, чтобы лечить пациентов преимущественно в самом регионе. Начнет действовать он с января, и за это время крае должен подготовиться. Когда я была на заседании Министерства труда и социального развития, я задала такой вопрос по созданию маленьких федеральных центров типа Димы Рогачева. Мне замминистра ответила, мы построили вам федеральный центр травматологии и ортопедии огромный. Вы хотя бы заполните его, оправдайте эти деньги. Поэтому нужно вначале, извините меня, заложить деньги, просчитать, опробовать, а потом уже выносить это на принятие каких-то законов. Сейчас на учете в крае стоит 70 тысяч взрослых онкобальных, огромная армия пациентов. И в региональном Минздраве заверяют, что все правила лечения уже прописаны. Ни один из онкологических диспансеров, действующих на территории Алтайского края, не будет выведен из этой схемы. Новопорядок не устанавливает запретов и не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации врача. Государственные или коммерческие клиники, участвующие в территориальной программе ОМС, имеющей лицензию по профилю онкология, смогут также на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи населению. Возможность лечения в федеральных центрах тоже сохранится, говорится в ответе. Но, уверена Светлана, не для всех нужно будет убедить в этом комиссию. Оттуда стремятся за качеством лечения. Так в институте радиологии женщине сказали следующее. Мне сказали так, что 30% диагнозов не подтверждаются и опровергаются либо другим диагнозом, либо вообще отсутствием онкологии. 30%. Вы понимаете, какая это цифра? От такого спроса Москва перегружена. Это считают одной из причин нового закона. Другая, чтобы сохранить деньги в регионах. Ведь сейчас Край оплачивает каждую квоту из бюджета. Для сравнения, один курс лучевой для ребенка Светланы обходится регионом в 600 тысяч рублей. Возможно, будет оно доступно и дальше. По словам главного онколога России Андрея Каприна, в приоритете для федеральной помощи останутся лучевые терапии, сложная хирургия. Если у вас есть деньги на лечение, то отбор вам проходить не придется. Но у многих есть миллионы. Да и онкоцентрам нужно бороться за жизнь, а не за количество пациентов. Анастасия Драган, День с толком.